В Гомельском державном университете имя Франциска Скарына у першиню пройшел молодежный фестиваль социальной рекламы «Святло добра». До дела у им принимались видеоролики и плакаты на социально значные темы. Какие проблемы с участием хваляют гомельскую молодь, доведалась Ханна Ковалева. Перша в истории университета фестиваль социальной рекламы выкликал великую интересность студентства и одразу же стал международной пляцовкой. Амаль полсотни работ, полторы десятки ВНУ и три краиноудельницы. До фестиваля у его организатора и шли Амаль год. Столько доужилась под рыхтука. Организация фестиваля на самом деле была очень долгой, кропотливой. В результате удалось наладить сотрудничество со многими вузами. И в этом тоже огромный плюс. Цель – это объединение молодежи через творческий поиск решения духовно-дравственных и социально-экономических проблем современного общества. Беларусь, Россия и Украина. Вот география удельника. У них леди Шинами же фестиваль показал, у студентства один погляд на острые проблемы с участником громадства. С десятков работ у финал трапили 15 видеороликов и 10 плакатов. Пять из них – ауторство Гамельчан. У своих работах студенты закликали быть добрыми, вести здоровый ладжетя и заставаться собой навод у виртуальной просторы. Они с удовольствием всегда участвуют в такого рода мероприятиях и откликаются, потому что учеба без творчества тоже невозможна. Тут же первых и последних не должно быть. Мы все работаем на одну цель, чтобы объединиться, чтобы действительно какие-то проблемы вместе разрешать. И все ж таки, лепшие работы были вызначены серот критериев оценки, техничная якость, оригинальность и глубина идеи, ее выконание, социальная значность и слоган. Работы оценили жюры в составе кировников державных структур Гамеля и в области, представников СМИ и высшейших научных установ. Так, лепшим видеороликом признана работа Минского державного лингвистичного университета. Сярод плаката улепшая стала работа Белорусского державного университета транспорту. Самые якостные и оригинальные видеоролики отрымали путевку на телеэкраны, а плакаты будут все размешаны на билбордах города. Ганна Ковалева, Яухин Макинка, Телерадо, компания «Гомель».